И объективную оценку ситуации на дороге сваливать на технику. Об этом чуть позже. Надо признать, что и техника ошибается не так часто. Вот по статистике в Москве ежедневно через систему фото- и видеофиксации проходит от 250 до 300 миллионов машин. А количество предписаний, которые выносят сотрудники ГИБДД, колеблется в пределах от 40 до 60 тысяч в день. Последний казус с ошибкой камеры получил продолжение. Ситуацию с несправедливо вынесенным штрафом взял под контроль Общественный совет при МВД. Кроме того, в организации настаивают на упрощение процедуры отмены таких предписаний. В нашей стране видеофиксация нарушений ведется по трем направлениям. Первое – это соблюдение скоростного режима. Второе – нарушение рядности, то есть пересечение сплошной, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта, движение по обочине, поворот неисположенного ряда. И третье – новинка. По сообщениям СМИ, в некоторых регионах установлены камеры, которые способны разглядеть непристегнутый ремень безопасности. Контроль скорости основывается на четком физическом принципе – эффекте Доплера. Частота сигнала движущегося объекта изменяется в зависимости от скорости. И, соответственно, по смещению частоты сигнала можно судить о том, как быстро перемещался объект. Нужно отметить, что на прохождение радиосигнала влияние оказывают даже атмосферные условия – прозрачность воздуха, относительная влажность. Но в большей степени точность измерения зависит от размещения самой камеры. Существуют четкие требования к тому, как должна быть установлена аппаратура. Если условия не соблюдены, то и результат будет далек от истины. Примеров того, как камеры ошибались при определении скорости автомобиля, достаточно. Вот самые яркие. Этот Ford Focus в городе Орел, если верить системе видеофиксации, не ехал, а, видимо, низко летел. Скорость на бланке штрафа больше, чем у самолета – 1418 км в час. Водитель «Газели» в Ульяновске получил уведомление за то, что якобы разогнался до 223 км в час. И напомню о том, как владельцу иномарки из Татарстана пришел штраф за то, что он превысил скорость на 22 км в час, компьютер точно зафиксировал цифру, но техника не учла, что автомобиль в момент нарушения находился на эвакуаторе. Контроль рядности осуществляется по другому принципу – с помощью телевизионных камер. По контрасту между объектом и фоном, программный комплекс устройства определяет геометрические размеры движущегося объекта. А дальше автоматика соотносит положение автомобиля с разметкой на дороге. Многое зависит от качества аппаратуры. Посмотрите, ведь и у нас на графике последняя машина практически сливается с фоном. А если изменится освещенность? Судите сами. И еще, если порог контрастности очень широкий, то и тени, и блики будут и вовсе восприниматься системой как часть автомобиля. И водитель может получить штраф за то, что якобы ехал по обочине. Послушаем эксперта. Контроль пристегнутого ремня безопасности направление, повторю, достаточно новое. Большинство камер, которые способны фиксировать это нарушение, работают в тестовом режиме. Это те телекамеры, такие же телекамеры, но очень зоркие. И уловить разницу между объектом и фоном внутри автомобиля гораздо сложнее. Представьте себе вполне распространенную картину. Водитель в костюме того же цвета, что и ремень безопасности. А иногда и салон автомобиля. С большой долей вероятности он окажется нарушителем правил безопасности при управлении транспортным средством. Алексей. Спасибо.